Девушки отдыхают Девушки отдыхают Его мир, поймут ли, разделят ли его радость и печаль Он ведь не прост для восприятия и ни на кого не похож Не называйте меня причудливым Напротив, я реалист и люблю землю Моя родина всегда в моих картинах Да, я почти оторван от России Никто мне не пишет и мне некому писать Как будто и не в России родился Неужели я должен остаться французским художником? И кажется, ни к чему я там А я не раз вспоминал свой Витебск Свои поля и особенное небо Можно говорить обо мне все, что угодно Большой я или небольшой художник Но я остался верным своим родителям из Витебска Он родился сто лет назад в захолустном Витебске И в течение всей своей долгой, почти столетней жизни Рисовал его дома, крыши, небо, его людей Да, я всегда вспоминаю мой город И он почти на всех моих картинах Он родился в бедной еврейской семье Отец был грузчиком на рыбном складе Мать держала мелочную ловчонку О детстве Шагала вспоминает его сестра Мария Захаровна Живущая в Ленинграде Жили мы в Витебске большой семьей Вся семья была 8 человек детей Самый старший был Марк Он был очень одаренный В детстве он уже себя проявлял В музыкальном отношении, в смысле рисования И мать, недолго думая, отвела его к учителю рисования Первый учитель, который занимался им Марк был чудесный Он всех любил, мечтательный Какой-то, знаете, не от мира сего Он нас тогда поражал В Витебске он получил первые уроки живописи У местного художника Пэна, ученика Репина Но манил Петербург Отец был против Я не говорю ничего о небе, о моих детских звездах Бедный Извините меня Я оставил вас одних на такой головокружительной высоте На жалкие гроши, брошенные к его ногам отцом Двадцатилетний Шагал приезжает в Петербург Он начинает учиться у Рериха Но вскоре покидает его В Петербурге у меня не было ни угла Ни разрешения на проживание Ни кровати, ни денег Я часто смотрел с завистью на керосиновую лампу И думал Пьет керосин в свое удовольствие Мною же владел голод И непреодолимое желание рисовать Он приходит в школу Елены Званцевой Где преподают знаменитые мастера Лев Бакст и Мстислав Добужинский Специалисты считают, что в школе Званцевой Шагал довел до виртуозности свое владение рисунком Как видите, работа вполне реалистическая Но время, начало 20 века Жизнь, властные ощущения перемен Вносили в творчество художника в той поры Свои коррективы Борис Пастернак напишет Символистом была действительность Которая вся была в переходах, в брожении Все сместилось и перемешалось Старые и новые церкви, деревни, город и народность Это был несущийся водоворот условностей Отдаленное предчувствие главной важности века Социализма и его лицевого события Русской революции Его работы выглядят странно, необычно Но именно так художник воспринимает Укружающий его мир Он обращается к вечным темам Смерти В картинах везут покойника и покойника К появлению новой жизни в картинах Рождение, рождение ребенка Я не считаю себя принадлежащим ни к какому направлению Мое дело краски, чистота, любовь Но это не направление, а убеждение В начале десятых годов он приезжает в Париж Париж его ошеломил Он знакомится с работами великих мастеров Сезанна, Ренуара, Матисса, Пикассо, Модельяне, Брако, Леже В Париже у меня произошла революция взгляда Я проник в сердце французской живописи Удержаться от влияния почти невозможно И он пишет свой кубистический митюрморт И все же это не кубиза Слишком много света, красок, жизни Он много работает в Париже А на Холстахово по-прежнему возникает Витебск, Россия Иногда в деталях, в частностях Но присутствует всегда Реальность переплетается с воображением Жизнь с фантазиями Я действительно хотел отойти от приземленности От некой внешней манеры От простого пересказа видимого в жизни Я хотел строить свои работы При помощи духовных, психических элементов Воплощенных в краску Он с легкостью соединяет Париж с Витебском Вот посмотрите на его автопортрет семью пальцами За окнами мастерской, вне сомнения, Париж А на картине, которую пишет художник, вне сомнения, Витебск И вот в его работах Люди все чаще начинают отрываться от земли Свободно парить Что это? Желание потрясти воображение? Или предсказание космической эры человечества? А может его героям тесно на земле? Или просто без неба не жив человек? В 14-м году Шагал возвращается в Витебск Возвращение на землю Те же покосившиеся заборы, тот же полусонный городок Невероятный контраст с Парижем Он пристально, с любовью начинает вглядываться в знакомое с детства Мой город печален и радостен Ребенком я глядел на тебя с порога Тогда, в детстве, ты казался мне светлым Если мешал забор, я поднимался на каменную тумбу А если с нее видел плохо, лез на крышу Почему бы и нет? Дед делал так И я смотрел на тебя в волю В Витебске его застала Первая мировая война Человечеству еще только предстояло осознать гигантский список жертв Который будет положен на алтарь невиданных воин А художник все это уже почувствовал Понял В его картинах не льется кровь Но сколько скорби в лице этого продавца газеты Сколько горя в фигуре этой женщины Я всегда хотел угадать тайну времени Уловить его магию Это было время скорее тревог, чем надежда И тревога, неустроенность Поиски своего места под солнцем В этом страннике, над Витебском И поиски себя В автопортрете 14-го года Так кто же он? Мудрец? Или шут? Черты мудреца он видит и в этом старике Впрочем, каждый человек по-своему мудрец Того же старика мы встречаем в другой его работе На сей раз он зеленый Мне казалось, что старик был зеленым Может быть, эта тень падала на него из моего сердца В ту пору сомнений и тоски Зеленая тень ведь падала из его сердца Происходит счастливейшее событие Он женится на Витебской девушке, Белль Розенфельд Он влюблен и любим Это сразу же отражается в картинах Белли не кажутся странными его работы Ты втягиваешь меня в поток красок Вдруг ты отрываешь меня от пола И сам срываешься в порыве Ты тянешься к потолку, плывешь к нему Мы хотим вырваться за окно Нас зовет к себе голубое небо Крыша, дворики, церкви плывут над нами Любой человек, даже если он в жизни не брал в руки кисть или карандаш В любви художник И вот пришел октябрь 17-го Художник восторженно принял его В картинах Шагала человек устремляется вперед Счастливый, раскрепощенный Уже нет покосившихся заборов, задымленных домов Заскорузлых улиц Чистота, гармония, свет Опустились над миром Возникли ощущения радости, свободы, счастья Счастья, счастья полета КОНЕЦ Светлые видения посещают его Да, меня одолевали сны Вдруг разверзся потолок И крылатое существо с грохотом опустилось вниз Шелест влекущих крыльев Я понимаю Ангел Подобные видения отнюдь не мешают Его проснувшемуся общественному темпераменту В Витебске было много столбов, свиней и заборов А художественные дарования дремали В 18-м году он создал в Витебске народное художественное училище Мандат номер 3051 Товарищ художник Марш Агал Назначается уполномоченным по делам искусств Витебской области Луначарский Он принимал участие в оформлении октябрьских праздников Губерния Витебской была разукрашена большими плакатами Знаменами для рабочих организаций, трибунами и арками Вместе со всеми он провозглашал войну дворцам И шел в ногу с народом В 20-м году Шагал переезжает в Москву На некоторое время он становится учителем рисования в Малаховской трудовой колонии Пройдет более полувека и к своему 90-летию Он получит от бывших колонистов фотографии На которых снят вместе с ним Он будет очень растроган Напишет им, что всех их помнят Что сейчас богат и знатен Но никогда не забудет Малаховской колонии Где жил на втором этаже со своей Беллой И спал на железной кровати Ненадолго он возвращается в Витебск Его работы не принимают и не понимают И только ли обыватели с болью признаюсь Передовые товарищи революционеры И они с пеной у рта засыпали недоуменными вопросами Да что же это такое Объясните, объясните, объясните Это пролетарское искусство Он еще с горечью скажет Луначарскому Только не спрашивайте меня Почему я рисую голубым или зеленым цветом И почему в животе у коровы Виден теленок В 22-м году он выезжает на запад Когда в 22-м году я оказался за рубежом То почувствовал себя деревом с вырванными корнями Висящем в воздухе Я испытал тяжкие мучения Я выжил только потому, что никогда не порывал Духовные связи с родиной Я очень многим обязан Франции Но моя душа всегда впитывала соки Из русских воспоминаний Из русского воздуха За окнами его мастерской Ифелева башня Сен Елисийские поля Меняются темы и сюжеты его картин А на холстах Нарушая все законы пространства и времени Витебск соседствует с Парижем А воды Сена соединяются с водами западной Двины Поразительно Скромный мир его детства и юности С его реальностями, видениями, образами Всегда возникал на его полотнах, в росписях О чем бы он не хотел поведать людям Поразительно и то, что в его работах тех лет Можно разглядеть страшное предзнаменование мировой катастрофы КОНЕЦ В сороковом году Вторая мировая война Врывается в жизнь Шагала Он уезжает в Америку Там узнает, что его в Витебск Бомбят гитлеровские самолеты Он пишет письмо Когда я услышал, что беда стоит у твоих врат Я представил себе такую страшную картину Враг лезет в мой дом на Покровской улице И по моим окнам бьет железо Врагу было мало города на моих картинах Которую он искромсал, как мог Он пришел сжечь мой город и мой дом КОНЕЦ Война совпала с еще одной трагедией Им пережитой Неожиданно умерла Белла И свою любовь к ней И то, что она была, по словам художника, всем смыслом его жизни Ее одухотворенность и интеллигентность Все это он выразил в картинах, посвященных ей Многие месяцы он не мог приступить к работе Болезненно ощущая Одиночество И пустоту Второй раз Он женится через десять лет Когда вновь поселится во Франции На Валентине Григорьевне Бродской Ваве, как называют ее близкие И найдет в ней до своего последнего часа Верного и заботливого друга Он всегда работал, как раньше С утра ходил к себе в ателье И каждый день работал, как раньше Целый день ходил немножко гулять А потом, когда ему было трудно ходить Его возили Вот И потом писал много Работал, слушал музыку, как всегда Очень интересовался всем Он очень знал все Знал музыкантов Знал художников советских тоже Все знал Я не знаю откуда и как Но он очень много читал и все знал И так как у него до последнего дня Глаза были в полном порядке Без очков работал То он много читал Вот И он, конечно, очень радовался Когда кто приезжал Из Советского Союза И когда приходили Кто или новости, или письма Он всегда был доволен Да, очень обидно, что Его нету Потому что он был бы правда рад У себя Он же уехал молодым Он все помнил, знал Он здесь работал Я думаю, он был самый преданный Из людей К людям К друзьям К жене К своей жене Ко всему Он был очень пленен По характеру Они проживут несколько десятилетий Недалеко от Митцы В Сен-Поль-де-Вансе В своем доме Он не раз будет обращаться мыслями к России И с грустью заметит Мои картины по всему свету разошлись А в России, видно, и не думают И не интересовали с моей выставкой Он по-прежнему много работает Годы над ним Невластны Расписывает плафон До французской Гран-опера Создает витражи И полотны, афорты И литографии И вновь его традиционные персонажи Взлетают над землей Андрей Вознесенский Познакомившись с Шагалом Еще в 62-м году Напишет Он ввел небо в быт А быт городишек Пустил по небесам Небо Небо Полет Это главное состояние Кисти Шагала Вряд ли кто-то из художников Был настолько буквально поэтом Как вот этот сын Витебского селедочника Он из стихи В буквальном смысле Сюжей написал Но главные стихи, конечно Его вот эти полеты Влюбленные летят Козы летят Избы красные летят по небу Вы знаете Где-то в наши рациональные Вот такой уже Прагматический может быть век Приземленный Как необходим Вот этот взгляд И полет в небо Вряд что Шагал непонятен Ну а жизнь понятна Ну а сон понятен Это поэзия в жизни Вот он видел бытовые эти вещи Причем Он как-то предсказал По-моему Слияние нашей Земли С космосом Сейчас Вот эти полеты И так же Как его избы летят Домики летят А так же летит Домик с нашим космонавтом Давайте помечтаем Вместе с Шагалом Если сердце не солгало То в каком-нибудь году В Витебске В музей Шагала Обязательно Зайду Дом Витебский сохранился Правда в несколько перестроенном виде Но в музее Шагала нет Нет даже мемориальной доски Не издана у нас в стране Ни одна его монография В 1973 году Шагал приехал в Москву Я никогда не забуду Своё пребывание в Москве Как будто я никогда Оттуда не уезжал На открытии своей выставки В Третьяковской галерее Он сказал Вы не видите на моих глазах слез Ибо как это ни странно Я вдали душевно жил С моей родиной И с родиной моих предков Я был душевно здесь всегда Я очень благодарен всем Кто помог мне побывать в России Я долгие годы мечтал об этом И счастлив Что моя мечта осуществилась Все ждали Что он поедет в Витебск Я после долгих колебаний Отказался поехать в Витебск Хотя вспоминаю о нём всю жизнь Поэтому я отказался Что вспоминаю Я увидел бы иную обстановку Чем та, которую я помню Иную жизнь Это было бы для меня Тяжким ударом Как тяжко расставаться Навсегда Со своим прошлым В Москве он встретился С искусствоведом Александром Каменским Они не один год состояли В переписке Каменский взял у него интервью Вы употребляете слово Краска не в техническом смысле И даже не в эстетическом А в каком-то более широком Более сложном И масштабном значении Для вас это какое-то особое понятие? Конечно В общем Краска это чистота Краска это и есть искусство Причем хорошее, чистое искусство Или главная его интонация Вы говорили Я люблю любовь Это и есть главная интонация? Краска вашего искусства? Может быть Но надо вероятно Родиться с этой краской Я бесконечно люблю Свой родной Витебск Не просто потому Что там родился Но прежде всего за то Что там я на всю жизнь Обрел краску своего искусства Он прожил более 60 лет Вне России Это правда Но правда и то Что в сущности своей Из России он никуда и не уезжал Вскоре после приезда из Москвы Он написал картину Возвращение блудного сына Сейчас он возвращался на родину Навсегда Он по-прежнему вам непонятен? Непонятны его образы, символы Ход его мыслей? Еще довольно давно Когда я начал изображать человека И его воспоминания Его размышления Как что-то одновременно существующее И видимое Мои картины иногда считали чудачеством Но ведь это время человека Какого он есть на самом деле Его прошлое всегда с ним И его мысли Это как бы одно существо И я его изображаю Он создал целый мир своих библейских посланий Я хотел бы всех молодых людей Которые придут в музей Где висят мои библейские послания Возвысить до понимания Всечеловеческого братства И любви Можно сказать Что он работал до своего последнего часа Он умер, возносясь вверх В лифте По дороге В свою мастерскую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok